итак обещанное видео сравнение наушников старой версии сяоми спорт и новой версии сяоми спорт мини давайте мы сейчас распакуем у сяоми спорт мини есть такая вот чехольчик это как бы мне нравится далее коробка она сделана так посолиднее чем здесь здесь обычная такая минималистическая коробка сяоми здесь же вынесено немного прозрачным добавлено то есть они как-то больше солиднее как бы мне кажется что солидно ну конечно каждому свое мнение давайте будем сравнивать потихоньку эти наушники мне не понравились они неудобные они звучат ну как бы звучат звук у них неплохой но играют они тише и они очень крупные они неудобны в ушах вот и поэтому сяоми наверное поэтому решила исправить ситуацию и сделала вот такую вот версию сяоми мини и давайте посмотрим вот они вот рядом как выглядят то есть капсула сделана раза в два меньше но вот это вот ну в ширину как бы их замерить вот да она меньше по всем характеристикам вот и вот эти наушники когда ты вставляешь в ухо за счет ну переходничка вот этого вот она сильно давит лучше если но как бы если ты просто вставил их уши и все и пошел то еще куда не шло но когда ты придавливая шапкой наушник сильно плотно заходит в ухо и доставляет определенный дискомфорт вот здесь идет просто серенькая вот здесь перламутровый такой цвет и давайте их включим тоже бумажка обычная как и в этих наушниках они были смотаны бумажкой управление давайте сразу посмотрим она отдельно вынесено оно больше управление чем здесь вынесено и есть кнопка плюс минус в этих управлять нужно было на наушники это очень неудобно вот плюс минус на наушники управлять это ну адски неудобно и так сняли вот так выглядят наушники теперь вот но у пульт управления теперь сделан не так да как здесь часть идет на ухе и включение выключение пауза да там ответ на звонок вот здесь вынесено вот здесь же весь пульт управления вынесен отдельно то есть вот идут наушники и вот так вот телепается пульт но это как бы по сути да просто он бы мог бы болтаться и все но здесь есть жесткая пружинка вот она жесткая пружинка и вы можете одеть на одежду его и он не будет болтаться куда удобно вам то есть наворотник можете к уху пристегнуть куда хотите к ноздре вот где вам удобно будет достаточно длины чтобы прицепить куда-то и плюс эта фишка поможет если они допустим спадут или висят у вас на шее чтобы они не упали не потерялись то есть дополнительная фишка дополнительное крепление это очень удобно ну или кому нравится может может болтаться телепат сейчас я еще для сравнения возьму наушники кз вот они наушники кз сейчас я с ними хожу сейчас я ими пользуюсь вот смотрите видите они длиннее то есть скорее всего кз мне нормально и тест на шапку они проходят в шапке ими пользоваться удобно вот эти видите они длиннее получается и если придавить шапкой скорее всего будет тоже больно ну сейчас я возьму одену их посмотрим как они выглядят на ушах и потом еще в один у шапку попробую послушать немного вот и вот эти мои любимые наушники я не устану их рекламировать потому что они реально самые прикольные из всех наушников которые были да если вы не знаете там разницу между басами и низкими да там высокими низкими то лучше возьмите вот такие вот наушники они достаточно неплохо звучат и достаточно неплохого качества за свою цену то есть не сейчас там 5 долларов стоит как-то так ну и давайте по мере нацепил наушники немного послушал музыку и вы знаете что действительно на углу они действительно и удобней чем предыдущая версия вот это вот фишечка которая цепляется на воротник допустим до пульт управления он на удобен ну и если другие компании которые производят наушники возьмут такую фишку за правило я думаю не буду против и ну это отлично удобно реально удобно вот по поводу уж 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 и сидят они вот так вот сидят но правое ухо почему-то у меня болтается то есть и выпадает это наверное нужно сюда вставить амбушюрку и ну то есть поиграться с амбушюрками и сравнить по звучанию по звучанию они реально круче чем первая предыдущая версия и громче и сочнее такой звук ну реально то есть меньше получается и реально они круче и ну они исправили то есть сяоми исправили все недостатки которые были у первой версии вот вот этих вот я сейчас еще попробуем давайте тест на шапку сейчас попробуем тест на шапку немножко есть немножко есть ставит немножко в уши но не так сильно как предыдущей версии и действительно можно 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 да не плотнее как бы заходят туда но такого дискомфорта что их сразу вытянуть хочется так как у предыдущей версии у меня было ну такого нет принципе отлично все как бы тесты которые я запланировал для этих наушников они прошли я даже знаю я ими попользуюсь несколько дней составлю них уже более глубокое впечатление потому что ко мне еще идут несколько наушников и нужно же с чем-то сравнивать и как бы пользоваться мне эти наушники действительно понравились в отличие от вот этих старых спорт версии и наверное я их все-таки подарю своей жене она занимается спортом ей будет удобно что клипса прикрепляется вот она пользуется сейчас моими вот такими наушниками но у них клипса не крепляется и бьет по шее когда ты бегаешь прыгаешь вот у этих же клипса будет закрепляться я думаю этой проблемы уже у нее не будет реально хорошие наушники я могу их смело советовать и звучат хорошо и запаса громкости мы много и довольно таки неплохие это уже офф топ уже не про наушники сяоми то есть мы с ними мы уже как бы сделали вывод что своих денег они стоят и покупка реально оправдана вот именно вот этой версии по наушникам кз я купил дата кабель я уже рассказывал о них и наушники сами у меня за ст версия купил дата кабель и оказалось что дата кабель этот не совсем подходит для моих наушников в плане того что у него ровный здесь кабель а у родных у них должен быть загнутый то есть по специфике по модели наушников мне нужно чтобы нау дата кабель уходил в бок сейчас на распродаже я купил уже дата кабель правильный скоро он придет я о нем расскажу и покажу дополнительно уже когда придет вот этот вот дата кабель который я купил изначально и этот более подходит для не более подходит а и предназначен по моему втором gt5 по моему или как-то так называется наушники то есть этой же компании но у них у них выход идет прямой то есть по модели именно наушников дождь должны быть прямой вход вот у меня же и он уже немножко здесь кабель погнулся в общем не подходит вторая фишка этого дата кабель о том что не сразу при первой зарядке когда я начал открывать уже после обзора открыл и она оторвалась эта заглушка сразу оторвалась то есть она рано или поздно потеряется и здесь будет дырка вот ну пока ее не теряю закрываю сам но он был закреплен вот здесь вот резиночка была вставлена то есть он вот так вот держался но оторвался сразу же и теперь вот снимается полностью как бы это минус все на этом у меня все наушники проверку прошли могу их советовать отличные наушники хорошее качество хорошее звучание понравилось клипса понравилось все тест на шапку прошел да есть небольшой дискомфорт но не такой чтобы прям бе-бе-бе и ну отлично все вот на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок